Рейд общественной палаты и обеих жилищных инспекций прошел по трем адресам. Все дома в центре района ПВЗ и соседствуют друг с другом. Объединяют их две вещи. Управляющая компания «Эталон-С» и, как следствие, ужасающее состояние, как внутри здания, так и снаружи. Она должна быть на расстоянии, вот на таком, 70 сантиметров. Посмотрите, для чего-то это спускает на стену. Ну ладно, тут камень хороший. Но она же неправильно сделана, система-то, посмотрите. Трубы бесполезны, на ступенях сколы, фасад здания сыпется, а козырьки над подъездами держатся на соплях. И так по каждому дому. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что внутри. Во-первых, неудовлетворительность содержания общего имущества идет. То есть имеется бытовой строительный мусор в чердачном помещении, имеются сколы трещины с бесцементной кровлей. Второе, в подъезде на приборах отопления имеются хомуты, которые бегут. Во-первых, это является нарушением прав собственников в этом жилом доме. И влечет возможность возникновения любых последствий, в том числе и пожара, и попадания влаги на чердачное помещение. Все эти кадры будто сцены из фильмов ужасов. Гниющее состояние санузлов, потолков и стен. Кругом следы пожаров, горы мусора и тошнотворный запах. Некоторые собственники уехали отсюда не глядя, оставив свои комнаты пустовать. Как итог, целый этаж дома номер 19 заполонили бомжи. Специалисты отметили, что сюда даже заглянуть страшно. А многим людям приходится так жить. Вам не страшно набирать ведро, а над вами потолок может обвалиться? Это называется расписаться в собственной бессилии и сослаться на людей, которые здесь как маргиналы. Но есть люди, которые платят. Это первое. Второе, нужно работать с собственниками. И, наконец, если люди не платят, то практически необходимо будет выселять. То есть принимать-то меры необходимо. По словам жильцов, ремонт, если и проводят, то только когда петух клюнет. Как бы цинично это ни звучало, но в плане чрезвычайных происшествий больше всего повезло дому номер 17, где заменили перекрытие и привели в порядок чердак. Однако сделали это лишь после крупного возгорания. Та же ситуация и с полами в доме. Просто полы прогнили. Действительно, постройка старая. Где-то примерно лет, может, 10 назад, грубо говоря, вот у нас вот это все случилось. И у нас меняли вот это полы, это все у нас новое перекрытие. Кто-нибудь пострадал из-за этого, когда обрушилось? Ну, нет, конечно, не слава богу, нет. После всего увиденного общественники захотели лично поговорить с представителями управляющей компании. В ходе недолгого разговора инженер эталона объяснил, что мусор в подъездах – это якобы решение самих жильцов дома. Собственники жилых помещений данного квартирного дома проголосовали за то, чтобы такую графу, как уборка подъездов, исключить из тарифа. То есть вы не оплачиваете за уборку, и она, соответственно, у вас не произойдет. Где у вас есть? Можете показать протоколы решения? У меня нет. Можете юридически обратиться. Я вам повторяю, нахожусь на больничном. Нужно научиться сейчас. Если вы хотите, чтобы я выполнила это, выйдите, пожалуйста, из моего кабинета. Пойдемте. Это вот просто отметьте, что вот если разговаривают с общественниками так, да, то как можно разговаривать тогда и с жителями, с собственниками? У нас просто выговорят. Останавливается в законном нужно. А вы знаете, что вы делаете? Я насажусь на больничном. В смысле, юрист, вы говорите, вас выгнула, значит, она хочет вести, правильно? Она говорит, что она на больничном. На больничном, нет, я не хочу знать. Она действительно на больничном у вас? Я ничего комментирую. Одним только глухим молчанием сотрудники эталона ставят под сомнение всю свою работу. Ну что ж, раз уж от диалога с нами, они отказываются. Говорить с ними уже на языке предписаний будут надзорные органы. Польза подобных рейдах в том, что в таком виде представители жилинспекции и общественники решают проблемы вдвое быстрее. Этот сюжет активисты направят в вышеупомянутые инстанции в качестве уже готового заявления, после чего инспекторы примут меры в отношении управляющей компанией. И уже в течение 30 дней эталон Эвс получит предписание сразу на три дома.